Суть сегодняшнего ролика такова, сейчас еду к Толику, вы уже с ним знакомы несколько раз, я поставлю две передних покрышки по Тензе, свою переднюю я кину назад, делаю ему под кончик ароматизатор. Потому что давно я ему обещал, и все никак не мог этого сделать. Далее я поеду к Зизеру, ну а так как я ставлю сейчас резину, может быть еще что-то мы там по трассе отснимем. Приехал я к Толину, сейчас будем менять покрышки. Толян, ты тут? Как раз я работал. Здорово. Приветствую. У меня тебе подгончик, как я обещал. Тут два запаха, один фреш, мужской такой, ну а это ванильный десерт. Вот она моя, фатензочка хорошенькая. Ну все, сейчас будем ставить. Тип-топ. Володю, помните? Короче. Всем привет. Опа-но. Это что у нас такое? Если честно, я не люблю звук BMW. Ну не знаю, мне не нравится звук BMW. А мне нравится. Что, ты резину поставил? А, тигар. Тигар, ну, пойдет. Уйдет. Все, ладно, полетели. Так, что-то как-то я камеру закрепил, не знаю. Не особо мне нравится. Что, поехали. Где там дальше камера у нас? Наебывая. Нет уже здесь камеры. Наебывая. Здесь есть камера. Володя купил себе бэшку. Вот. Ну заедемся с ней. 400 сил, говорит. Опять. Что ж такое? 6 часов. Много машин. Непонятно. Непонятно, как тут ехать. Кстати, себе повесил я такой ароматизатор в дефлектор Рафаэлла. Просто за 3 метра от машины пахнет. Чешу. Ого. Красавчик. Пропустил. Причем очень резко пропустил. Снимите камеры. Прям подрезал. Блин, кайфую я рукой переключать, будто бы у меня механика. Очень не хватает. На механике гораздо интереснее ездить. Когда долго ездишь на роботе, тебе очень сильно хочется механику. Ну, в том случае, если ты умеешь грамотно и быстро переключать. Я, несмотря на то, что у меня механика была 5 лет назад, я взял Русика Форд. Я чух-чух-чух-чух. Но без сцепления не получилось. Слишком длинный ход у коробки. Либо она не такая, не позволяет переключить без сцепления. Не знаю. Володю мы потеряли. Пускай пока привыкает к своей машине. Друзья, доехали мы с Вовой на площадку к моему любимому обучителю, который дал знания, чтобы я сейчас так же ездил, как я сейчас езжу. И эти знания я вам пытаюсь передать. Санек, вот это тебе. Я знаю, что тебе понравился мой прошлый ароматизатор подвесной. Обалденный. Изумрудный. Ты пойдем, покажу тебе. Он уже весь... Ладно, друзья, Санька. Изумрудный? Охренен. Звонит мне. Джоггер, блядь, влюбился в твой ароматизатор. Привези мне еще. Ты вот как инструктор скажи же то, что запахи, все вот это тактильное и визуальное, и нюхательное, и обонятельное, все, что ты чувствуешь за рулем, оно влияет? Ну, это вообще расслабляет, и ты не напрягаешься. А когда ты не напрягаешься, ты едешь нормально, концентрируясь именно на дороге. Володя думал, что выключил стабу, что-то дрочит, тут дрочит. Я говорю, Володя, стаба включена, блядь, ёптвою медь. Сейчас Володя научился, я вырубил стабилизацию, и машина поехала. Я потом тоже попробую, но не тут. Бляс, ты, 20 градусов. Все, все, тормози, тормози. Натуре. Не дает, ты не полтора включил, либо мы выключим вот эту штучку. Да не надо ничего. Она глушит, глушит. Да не глушит. Я тебе говорю, я же чувствую, не дает, и все, не едет дальше. Нет, что, она... Она ехала лучше, понятно? Нет, ты что-то прошивку не ту, вот, но турбина не дует сейчас. Она лучше ехала почему-то. У тебя сейчас она... Сейчас чуть-чуть оттормозимся. Вот, дует, 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 и не дует. Да. Не дует сейчас турбина. Нажимаю. Объясни, чтобы я сделал. Ты что-то... Все. Точно? Да. 1,2. Ну, п***ь, вот. Сейчас едет. Ну, плюс-минус, вот как гольф сейчас. Тебе нужны стабилизаторы. Видишь, то, что машину по дороге едем, ее влево-вправо вот так вот. Вот она из-за кочек начинает плыть. Ну, да, да, ей п***да. Пусть ровно. Ой, спасибо. Не, ей не п***да. Стабилизаторы поставить, а шендеры сюда, вот как на гольфе стоят. И Гаррису заехать. Друзья, у Володи, оказывается, это 135-й. Это 3 литра мотор. Это 6-цилиндровый. Это вообще тура, блин. На ней можно нормально так навалить. В общем, я себе лампочки поставил, теперь можно ночью снимать себя в салоне. А то желтым светом, который ни хрена не светит, это такое есть. Поставил Вове сейчас камеру. И поедем по Титровской трассе, я забыл капли в нос. В нос ни хрена не дышит. Это очень большая проблема. Давай, я вперед, Володя. Субтитры сделал DimaTorzok Я не помню, хвастался я лампочками или нет. Поставил себе диодные лампочки. Теперь в машине можно хоть на темной парковке стоять и снимать. Кстати, что, Дед Мороз походу я, да? 10 кэсов за доставку сейчас оставил он в сдеке. Мне уже должны какой-то здесь кэшбэк придумать, 100%. Они зарабатывают на мне. Ну, на вас и на мне. Не хватает седьмой передачи на машине. Для этих скоростей как раз, чтобы было 4 тысячи оборотов. Было бы идеально, если была бы седьмая передача. С Луганска. Молодцы. Друзья, предлагайте свои идеи, куда расположить вторую камеру, когда я еду один. Я даже не знаю. На меня, на бицуху. Бицуха провоцирует вас заняться спортом и сделать тоже дело. Я на самом деле сейчас... Ритм жизни пиздец. Мне комментарии написали. Типа, мол, мешки под глазами, там сайты. Сейчас. Его надо прочитать. Бро, ты такой молодой и красивый. Лавешка водится, все есть. И живешь в самом заипательном городе Российской Федерации, который растет каждый год. Но мешки под глазами и заеды. Будь аккуратен со всякими веществами. Это ненормально. Я написал. Железный спорт и маленький ребенок дают свои побочки. Ну и написал показатели печени. АЛТ, АСТ. Ну, в два раза выше рефов. В принципе, для спортсменов это нормально. Это не критично. Критично уже, когда в 10 раз выше. И то, когда вы пьете антибиотики, у вас как раз АЛТ, АСТ раз в 10 выше референтных значений. Это для тех, кто сдает анализы и следит за своим организмом. Вот. Мне так понравилось. Знаете, вот парень думает, что я тупо снимаю видео, кайфую. Это вся моя жизнь. Мой сон длится ночью около 3 часов. 3 часа я засыпаю, когда я доделываю все заказы. Отвечаю всем. Сейчас мне помогает жена. Я стал спать чуть-чуть больше. В 7, в 6 я просыпаюсь вместе с мелким. И либо я, либо жена идем с ним гулять. После этого есть время для того, чтобы еще немного поспать. Доспать, так сказать. И начать дальше собирать заказы. Друзья, заказы на ароматизаторы летят пиздец. Это мой заработок сейчас. Пшеница, весь экспорт пшеницы встал. Не весь, конечно, но большая его часть. Ну, из-за военной спецоперации так вот получилось. Ну и ничего. Зато вся хорошая пшеница достается нам. Я уже вам рассказывал, когда я ездил в командировку. Когда я ездил в Тихорец. Как все это устроено. Так вот, сейчас мой заработок это Ютуб. Ну и, соответственно, ароматизаторы и все проекты, что я продвигаю через свое имя. И он думает, что я просто снимаю ролики, кайфую. У меня нет свободного времени просто увидеться с друзьями. Я уже не гулял очень давно. Я уже сказал, мой сон длится 4 часа. Мешки. Понятное дело, организм устает. При этом я еще хожу в зал, стараюсь регулярно, уже не получается ходить. Я уже потерял свою форму. Ужасная форма. Я набрал лишнего. Сейчас делаю диету. Буду больше на белковой пище. Углеводы вообще убираю. И сладкое убираю. Я себе вот повесил Рафаэлку. Это единственное сладкое, что я буду именно нюхать, а не есть. Это вот мой ароматизатор. Вот, и, конечно же, организм устает. И буду я так выглядеть. И для того, чтобы у меня все было, все, что он говорит, у тебя все есть, нужно ебашить. Я сейчас ебашу конкретно. Если вы думаете, что все, Лафа просто выехал, от кайфа снял видео. Нет, вы думаете, сейчас YouTube это уже стал заработок. Ну, на данный момент он мне помогает, поддерживает меня и мою семью. Именно YouTube. Мое имя Джоггер. Соответственно, это не так просто снимать ролики, особенно на мою тематику. Потому что что-то интересное снять, куда-то поехать, я чисто физически не могу сейчас этого сделать. Мелкий подрастет, да, тогда можно будет там уезжать на день, на два спокойно. Сейчас нет. Очень сложная, напряженная, суетная такая жизнь, она тебя заебает, ты устаешь. Поэтому не думайте, что все так просто. Категорически плохо отношусь к алкоголю и всегда всех вас призываю не употреблять алкоголь. А уже о веществах я даже и ничего не говорю, потому что это все, это конец вашей жизни. Просто сразу же вы опускаетесь на дно и год-два смерть. Это в лучшем случае, если будет быстрая смерть. Ну, давайте покатаемся с вами. Абхаз, пошел, хасанит. Ох, блядь, засыпал меня, зараза. Форд, что ты будешь предпринимать? Ладно, я тут помещаюсь. Ура, я нашел с кем покататься. Я, конечно, могу сейчас всех обогнать, у меня мощей побольше. Но это будет нечестно, мы будем ехать за ними, и там, если уже будет поток, тогда... Ребята просто меня подразогнали немного, и все. Все, что произошло. И уехали. Подъехал в мир автостекла на российской 216. Какая же круглая земля. Те, кто давно подписан на мой канал, помнят, как я гонялся с Golf 7R. Синий, мы гонялись на трассе на Денской. В общем, меня будет клеить Саша, и гонялся я тогда с ним. Сейчас он уже на ГЛК пересел, вот, я до сих пор на гольфе, но что хуйней занимаюсь. Подсказочку на этот ролик оставлю, там еще, конечно, качество хромает, монтаж вообще ни о чем. Но то были духовные, душевные влоги со СКЕРом. Буквально через 10 минут мы снова вернем нормальный вид моей машинки, уже профессионально и уже с нормальной пленкой. Не то, что я клеил Китайку, Пятерку, но я вроде как видел все в нее, меня в нее никто не видел, что мне больше всего нравилось. Но и сейчас уже пришел к тому, что нужна пятнашка и нормальная. Мир автостекол мне в этом поможет. Друзья, я минут 30 клею себе сам стекло, причем тоже вырезанное. С криками, весь мокрый, я решил сделать Пятерку. Мне сказали, что Пятерка здесь все равно будет хорошая. Друзья, ну все, огромное спасибо, все сделали. Вот, в мир автостекол, просто посмотрите на мою машину, как она теперь выглядит. Это просто шикардос вообще. С нормальной, наконец-таки, Пятеркой, а не то, что у меня было. Вот, сейчас поблагодарю и поеду. Все, большое спасибо. Смирное удовольствие. Спасибо, пожалуйста, спасибо. Все, счастливо. Просто сравните разницу сейчас, как видно с этой стороны. Сейчас она еще должна усесться, там время пройдет. Она не темнит, она синяя. Ну, как бы вот, как сзади у меня заклеено, сзади пятнашка. Я теперь понимаю разницу между китайской пленкой и вот такой вот. Друзья, ну а ссылочки на ребят из мира автостекол вы найдете в описании. Если вы хотите затонироваться, хотите покрыть машину керамикой, отполировать любые услуги по автомобилям, я вам всем рекомендую, потому что подход максимально профессиональный, очень хорошее отношение к клиенту, есть место, где посидеть, вай-фай, все, в общем, в шикарнейшем виде. По промокоду Jogger вы получите скидку. Поэтому всем в мир автостекол. Сейчас я поеду снимать видос. Так получилось, что я уже выезжал на трассу, снимал, рассказывал вам про советы езды по трассе. И такое дело, что я надел андефильтр гораздо темнее, чем нужно было его надевать. Его вообще не нужно было надевать. Но я своим взглядом видел яркую погоду, а камера видела далеко не яркую. Вот, ну как минимум не как сейчас. Не такую погоду видела камера. Там я проехался без тонировки, меня там расклеили. Но этого всего вы, наверное, не увидите. Я так подумал, что это был знак того, что все эти советы, что я рассказывал, вам не нужно рассказывать. Некую часть из этих советов какую-то выделить по пути. Возможно, расскажу, возможно, нет. Но при этом я хочу протестировать несколько ракурсов. Друзья, тестируем ракурс. И вообще удержатся лекально. Я сегодня не особо горю желанием запрыгивать. Дырки. По причине того, что резина ведет себя нестабильно максимально. Мне не нравится, как она себя ведет. Она сейчас прогреется. Я спущу давление до нужных мне там 2,3 бара уже на прогретой. Потому что я не могу угадать с давлением в такую летнюю погоду вообще не получается. Что, полетели пробовать. Сделал я 2,3 давления, хотя было 2,4 всего лишь. Не знаю, надо было, наверное, 2,2 сделать. Ну что, проверим, да, камеру. Ее тупо развернуло. Ну хотя бы не оторвалась. Ладно. Развернем обратно и затянем камеру. Опа, что там, боль ваше, да, у нас? До разделенки успели. Фуры могли влево уходить. Поэтому нужно было успеть, чтобы они не начали перестраиваться и не попасть в окно, где придется только оттормаживаться. Если есть на свете рай, это Краснодарский край. До моря, блин. 20 минут. 30. Тоже я ему дал шанс уйти. Стоит, тупит. Еще надо было, когда я сзади еду. Уже оттормозился, а он только потом додумался уйти. Местные. Расслабленно едут многие. По сторонам не смотрят. Камера держится. Такой поворот нужно обязательно снять. Что ты уходишь? Нет? И нажал, нажал сразу. Люди странные. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, доехали уже до Фанагорик. Я думаю, сейчас зайду в храм, поставлю свечки, помолюсь и поеду, скорее всего, на море и сделаем ролик про море. Правда, сейчас дикие пробки будут. Но почему бы не съездить в жопу в понедельник, когда она у тебя под рукой просто. Субтитры сделал DimaTorzok Как кто-то на мой бок, кто-то ворует, сушь-то ворует, все много берет и уже не торгуется. Деньги не пахнут, и мы говорили, базары тупны. 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 машине и портить коробку, перегревать ее в пробках. Поэтому я сейчас еду в Геленджик, у меня с собой есть полотенце. Я искупаюсь. Я думаю, многие сейчас мне завидуют, кто живет за пределами Краснодарского края. Потом поеду в Новороссийск к сестре и оттуда уже потемну. Рвану домой без пробок. В Москву за ночь похудел на десять, научил достать весы. Дет, сына, не нужно узнать. Цифры должны вымогать. Твои виски дают понять тебе, кто сейчас будет летать. Мы маем, дело Дениса. Тебе учит твоя пусть. Она даст только списать. Сегодня клуб не отпустит. Сегодня не отпустит. Сегодня не отпустит. Так-то тебе валит. Вален в клуб ходит не для грусти. Сегодня не отпустит. Сегодня не отпустит. Цифры должны помыкать, но все пытать. Сегодня тушим. Налей! Так, чтоб до краев слетели тапочки. Налей! Сегодня полетят все твои бабочки. Налей! Так, чтоб до краев слетели тапочки. Налей! Ты здесь, папочка. Налей! Ты здесь, папочка. Налей! Так, чтоб до краев вы понимали я схуднул немного если бы сейчас у меня были бы лишние 10 килограммов расстояние капец я даже не видел то что бордюр такой высокий не люблю я конечно так на людях снимать в общем зашел в цех покушал вход 400 рублей там осталось 700 рублей чаевые 300 но эти 700 рублей цезарь с курицей карбонара и уха для меня это просто ну чуть-чуть так закусить чтобы мне нормально наезд в каком-нибудь заведении мне нужно потратить тысяч пять как бы обычному человеку худенькому я думаю этого вот так вот хватит одной ухой бы наелся когда ты на массе и большое любишь покушать то не знаю мне всегда в геленджике нравится нажимать потому что звук машины прям какой-то крутой геленджике просто везде дома узко как бы не знаю звук мне всегда тут нравится всю жизнь что я сюда приезжаю всегда нравится здесь газовать здесь много не местных и все обращают на тебя внимание это как если в краснодаре там на ламборгини поездка сидр ездил вот все смотрят тут тоже самое газ нажал все таки ох нихуя либо отдал бою посмотрите какая красота геленджик слава россии написано на земле 2 часа 28 минут утра ночи вечера не знаю я еду от своей сестры марины из новороссийска краснодар марина она гадает на картах таро и у меня вообще никогда в это все не верил но случай в жизни когда она мне все рассказала и я изменил свой взгляд на всю эту магию я знал что магия есть но в карты вот это все и не верил вот но она на самом деле обладает этой магией я очень часто прошу ее раскладывает на меня карты задаю вопросы и каждый раз я шокирован просто тем что она мне говорит я уже всем своим друзьям и разрекламировал если у вас есть вопросы касаемо вашего будущего вашего настоящего либо вашего прошлого ну какие-либо вопросы которые вы сами никак не можете найти на них ответ бизнес открывать не открывать да все что угодно я вам оставлю ватсап марины сеанс стоит недорого все это можно делать онлайн она мне онлайн гадала и к ней я приезжаю она гадает главное то есть ваше разрешение на это и все и магии открывается друзья ну я вам скажу я никогда не верил во все это но это сука работает ссылочка на ватсап будет в описании это моя сестра пишите договаривайтесь спасибо за просмотр! друзья но в завершении этого ролика у меня есть прекрасная новость я хочу вам сказать что я сейчас еду к таляну которого я всегда покупаю резину ссылочки на него всегда вы можете найти в описании в общем к нему я сегодня еду не за резина я ему еду отдавать свои диски вы все прекрасно помните в каком состоянии находятся мои диски это просто ужас вот здесь фотографии я их отдаю на покраску из них сделают просто вообще конфетка сказка я думаю вы все будете максимально удивлены результатом я сам очень хочу удивиться этому результату я смотрел на то как он красиво диски других ребят выглядит просто потрясающе я надеюсь вам понравилось это видео обязательно ставьте там лайки дизлайки я старался потратить очень много времени на монтаж на съемку с нескольких ракурсов поиски лучшего ракурса очень много сил и энергии надеюсь я все это делал не зря вот ссылочку на мой магазин авто парфюма вы также можете найти в описании к этому видео либо в закрепленном комментарии я еще не знаю где я расположу ссылки все покупать парфюм вы поддерживаете мой канал всем пока с вами был джоггер хорошего дня вечера ночи